Всем привет! Мы сегодня приехали обратно в Германию, в Бамберг. И сейчас пойдем вам показывать старый центр. Вокзал находится у них тут за рекой, в не очень таком приятном месте с индустриальными зданиями. Но центр должен быть красивый. Сегодня Германия встретила нас очень гостеприимно. Нас на вокзале проверила полиция документы. Первый раз за всю историю. Мы теперь думаем, что спровоцировало эту проверку. Не, мы просто приехали из Бельгии, у нас отменили наш международный поезд. И пришлось нам ехать региональными поездами на каком-то старом древнем бельгийском поезде. Пересекли границу, вывалились, и они нас остановили. Ну да. Вот такие дела. А мы уже идем по... По дорогу. Да, здесь сразу такие классические здания появились. А вот здесь по пути к центру нам попался такой магазин ориентальных ковров. Смотрите, как много ковров крутых. После поездки в Голландию сразу чувствуется, какая Германия автомобильная. Куча машин, мало велосипедов. Вон уже мы идем, подходим к мосту, через который мы перейдем, и там будет уже старый город. Оказывается, это не река. Здесь написано, что это Майн-Данау-Канал. То есть это река между Дунаем и рекой Майн, на которой стоит Франкфурт. Выглядит неплохо. Сейчас мы просто идем заселяться в отель. Он где-то здесь, в старом городе находится. И дальше мы пойдем гулять по городу. Вот, все, мы дошли до старого города почти. Вон он там виднеется уже старенькие-старенькие дома. И сейчас покажем наш отель. Сегодня мы останавливаемся в отеле Ибис. Мы вообще во все путешествия останавливались в сети этих отелей. Там в разных их других брендах. У нас просто карта лояльности, мы купим баллы и потом их тратим на бесплатные ночи в отеле. Очень удобно. Так, мы заселились в отель. Тут рядом какой-то театр, а мы идем в старый город. Особенность здесь встречается дома с окнами, с отставнями. Я такого, мне кажется, в Германии до этого не видел. Вот у этого дома нет отставней. Но выглядит прикольно, такой старый отель. Тут шли, короче, и нашли такую классную штуку. Человек, наверное, увлекается собиранием Lego Technics. Он просто, можно сказать, целый музей Lego Technics'а собрал. Это человек просто живет тут, наверное, и выставляет все, что он собрал. Такая торговая улица с такими импозантными домами. Делосипедисты тут проносятся, дома с отставнями, еще что-то. А мы идем в сторону старой ратуши. Вот мы выходим по старым улочкам к реке. Но вообще здесь была такая тема, что здесь подходит река, потом она разделяется на два рукава. И с одной стороны прорыли специальный канал, который мы уже переходили. А вот тут мы на канале видим еще и гондолу. Здесь можно поплавать на гондоле. Вот здесь вот такие вот старые здания. И вон мы подходим с нижней стороны к старой рату. Шли под мостом и вышли опять на другую сторону. Исторический кран. Да, исторический кран. Раньше так разгружали корабли, которые подходили, такие маленькие сухогрузы. Ой, вдалеке виднеется, по-моему, дом. Мы тут гуляем. Решили заскочить вот в такое место поесть. Шпецли – это такое местное баварское блюдо. Мы сейчас находимся в Баварии. Вот здесь без золота, конечно, ни один дом не обходится. Все, идем обедать. В ресторан открывается прикольный вид на канал и на горную реку. Нам принесли еду. Вот у меня Шпецли. Это фактически макароны с сыром. А у Димы вообще чисто баварская история. Капуста с сосисками. Вообще, оказывается, место новое довольно-таки. В 2015 году его открыли друзья местные, чтобы варить пиво свое и, соответственно, угощать всех кухней региона. А вот мы выходим на улицу, которая ведет на мост к Старой Ратуши. Мы вкусно поели и теперь можем гулять дальше. Это открывается с моста, обербрюки. Вот здесь вот крест и Старая Ратуша. Но, конечно, поражает вот эта роспись. И вид на другой мост, на реку. Или написано, что весь город охраняется ЮНЕСКО. Ну, вот эти желтые части города, старые части города. Наследие ЮНЕСКО. Да, здесь действительно очень старый город с такими перепадами высот и кучей туристов. Очень миленько так, приятненько с мостами. Да, очень милый баварский городок. Здесь у каждого здания есть своя история, наверное. Свои надписи. Например, вот там написано «Хофброй». Это значит «пивоварня». Значит, здесь раньше варили пиво. Вау, здесь очень круто. Здесь… Да, и флажки, как мне кажется, придают средневековый такой колорит какой-то. Как будто фест какой-то. Ага, отсюда видно дом, главную церковь. Бамберг славится своими пивоварнями, потому что здесь очень много своих пивоварен на карте даже вообще есть. Посмотрите, люди просто стоят на улице, пиво пьют или сидят, пьют. И у каждого свое пиво, каждый делает свое пиво. И город такой очень пряничный, вот с такими маленькими площадями. Сиски, наверное, на вынос. И вот здесь, смотрите, какие ведра майонеза, кетчупа и горчицы. Вот прикид должен быть, чтобы идти на Октоберфест. Стоит это все 189 евро, полный комплект. Указатель на дом Берг. Здесь на горе как раз главный собор. Идем смотреть дом, бамбергер дом. Такие виды внутренних дворов с деревянными балконами. А мы выходим на площадь перед собором. О, вот это вид открывается. Вот это да, вот это вот соборище. Чуть-чуть, правда, на реставрации. У них как на площади в Италии есть питьевая вода. Потому что с горы, наверное, течет. И легко пустить под давлением гравитации сюда. Вот поближе мы показываем дом. И рядом с ним стоящее здание, примыкающее. Мы сейчас только осознали, что вот здесь вот находится библиотека. А рядом с ней новая резиденция. Это сейчас музей. Мы туда не успеваем пойти, потому что они всего до 6 работают. Мне кажется, там нужно как минимум 2 часа, чтобы посмотреть все эти красоты. Но мы осознали, что это новая резиденция князей и епископов. Это, как и в Льеже, в котором мы были вчера, это светская и религиозная власть одновременно. Князи и епископы. Они здесь жили, и они здесь правили. Вот это открытие. Ну, конечно, впечатляет. Я такого каменного строительства давно не видел. Столько камня, да. Просто как они сюда затаскивали на эту гору, чтобы это все построить, вытесать. Очень круто. Так вот раньше выглядели постоялые дворы возле церкви. Просто бомбически. А может, это был монастырь дальше. Монастырь дальше. Мы, может быть, до него дойдем, а может, и нет. В общем, вот так вот двор этого исторического музея. А вон там, мне кажется, лошади раньше парковались. А мы сейчас пойдем в Розенгартен. Это тоже раньше было модно делать сад Рос. А это вот такой вот милый Розенгартен. Просто шикарный. Он такой маленький. Мы были в Берне, в Розенгартене. Там побольше он. Здесь в Бамберге он совсем маленький. Но очень милый. И прям пахнет розами как хорошо. Приятно. А на горе Михаэля находится монастырь. Он, правда, сейчас на реставрации. Мы, может быть, туда не пойдем. А вот такой вид открывается на Бамберг с Домберга. Милота тут. Короче, каждый дом может себе устроить Розенгартен. А, ну это вообще-то Aufsdee-Zianum. Я не знаю, что это такое. А, это семинар Штифтунг. Штифтунг – это тот, кто денег дает, и тут люди могут жить и учиться в семинаре, например. Давайте мы вам расскажем, что такое Штифтунг. На самом деле раньше, когда вот религия была очень-очень важна для людей, они старались не попасть в ад. А как не попасть в ад? Когда ты зарабатываешь много денег, а это как бы плохо, ты как бы алчный и так далее. Что они делали? Они брали и завещали свои деньги или при еще жизни открывали Штифтунги. И тогда этот фонд после уже смерти человека мог продолжать помогать людям, например, открывая дома презрения, где жили всякие бедняки, или, например, открывая больницы. Да, в общем, чтобы попасть в рай, нужно было свои деньги завещать или вложить. Как-то пристроить, да. Да, как-то открыть фонд имени себя. В общем, город состоит из трех частей. Бергштадт, город на горе. Инзельштадт, город на острове, вот где мы остановились как раз. И Гертенштадт, где сады, типа вот тот город, который находится у железнодорожного вокзала. Количество церквей просто на квадратный километр зашкаливает здесь. Мы спустились с дом Берга, и тут на канале много очень маленьких домов. Сами они себя называют «маленькая Венеция», и неспроста мы видели гондолы. Они просто ассоциируют себя с Венецией. А раньше здесь жили рыбаки и моряки в девятнадцатом веке. Еще один взгляд на маленькую Венецию. Вот такие двери на улице Фишерай в маленькой Венеции. Такая музыкальная школа. Ничего особенного. Просто в старом здании с открытыми окнами. Наверное, когда играют студенты, слышно все. А мы возвращаемся на главные улицы. А мы недалеко от рыбной деревни и маленькой Венеции забежали в такую кофейню. Здесь делают приятное такое какао и кофе с тортиками. И даже вот карты есть местных окрестностей с высотами. В этой улице очень много маленьких кофеен. Мы посидели в одной из них, поиграли даже в шахматы. Если вы хотите попить хипстерского кофе, то вам вот сюда, на эту улицу. Место называется Цвайта Хаймат, что значит «старая родина». Здесь тоже, видите, еще и завтраки готовят шакшуку, но здесь тоже кофе делают. Вернулись к тому месту, откуда мы начинали. Вот тут такой очень старый дом, и на нем корова. И что-то на латыни написано. Я не смогу вам сейчас это перевести. На другой стороне тоже очень такое австрийское имперское здание. Здесь даже, наверное, написано. И вот краны такие тут. Мы уже с той стороны показывали этот кран. И автобусная остановка тоже называется «У кранов». Добрались к старой ратуши. Вот здесь вот такая вот стоит Кайзерин. И зовут ее Кунигунда. Мне кажется, в легенде о Нибелунгах была Кайзерин Кунигунда. А вот здесь, смотрите, на мосту уже расставляют столики. Значит, вечером здесь будет пивной ресторан откроется, и все будут пить пиво и сидеть. Вот и заканчивается наш день в Бамберге. Да, нам еще предстоит побегать и попить пиво, поэтому мы еще должны немножечко времени оставить в конце дня. Да, может быть с ними, может быть нет, поэтому мы хотим сказать наши впечатления о Бамберге. Нам очень понравился этот город. Мне кажется, он чем-то напоминает Люнибург, такой пряничный город. И очень классно, наверное, было бы сюда приехать на Рождество. Да, вообще хочется здесь немножко задержаться, но у нас график. И когда хочется задержаться, значит город классный, действительно. Да, нам очень понравилось.